Что нормального человека способным за шею вытолкать в кругосветку? Избыток денег, избыток свободного времени? Или, наконец, замена всему этому? Мечта, жгучая как крапива. Я прохожу по разряду этих последних, укушенных в детстве с Жюлем Верном, корчившихся и бесновавшихся полжизни, а потом зомби-походкой, двинувшихся вдоль параллелей и поперёк меридианов. Есть подозрение, что мой опыт организации кругосветки может кому-нибудь допригодиться. Вот он, черпайте, да не обляпайтесь. В любой затее главное бюджет и сроки. Но сперва определимся, что такое кругосветка. Просто улететь на запад и вернуться с востока? Такому определению вполне соответствует даже какой-нибудь вульгарный суррогат. Тьфу на него, а не настоящее путешествие. Если, скажем, двигаться из Москвы, то воеждж можно окончить за неделю, посетив две страны. Совершить промежуточные посадки в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Токио, Владивостоке и ты в точке отправления. Нет, введём ограничения. Кругосветка – это пересечь не только все 360 меридианов, но также и экватор. Я несколько усложнил себе задачу. Пересечь Тихий океан постановил тоже в Южном полушарии. Это сразу добавило в маршрут изрядный крюк, а в виш-лист впечатлений – анды, патагонию, пасхальных, муаи. Таити-таити нас и здесь неплохо кормят, а также сумчатых. Ну, теперь будет самое приятное – делить деньги. А если они не твои или воображаемые, то нет ничего слаще, чем их пристраивать. Для британских подростков, что после школы летят лечить прыщи морскими купаниями на полгода-год, есть специальные программы авиаперевозчиков. По крайней мере, у Скай Тим. Я – человек взрослый. Акмы и куда бы пристроить излишек денег – это не основные из моих проблем. В общем, Раун-зе-Уолд-Планер мне не пригодился. Он все норовит завести тебя в Штаты, а у меня не было визы и охоты ее получать. Потом в Скай Тиме практически отсутствуют южноамериканские компании. А как без них перебраться в Австралию и Азию? Теоретически аргентинцы летают через Южный полюс, в Мельбурн или Сидней, но это было бы не спортивно. Во-первых, Тихий океан оставался в стороне, а во-вторых, выпадали сразу несколько точек. И тут место жюльверного укуса чувствительно зачесалось. По правде говоря, я еще и не нашел этого рейса в расписаниях, но, надо сказать, не особенно ты искал. Короче, Скай Тимовская приблуда для британских выпускников школ оказалась мне без надобности. Решил покупать билеты в один конец. Приехал, потоптался, огляделся, собрался, подпоясался и хватаешь билетик. Есть, правда, страны, куда без коцаного тикета не попасть. Меня ссадили на панамской границе и пришлось брать в местном интернет-кафе авиаплацкарту Панама-Кито. Такая же проблема была с аргентинцами-чилийцами, которые глядят в белорусский паспорт, как в афишу Коза. Там обошлось онлайн-бронированием, которое легко делается через российский Озон. Но белорус – это современный вечный жид. Его пограничники нигде не любят и отовсюду гонят. У публики с паспортами других цветов хлопот будет поменьше. Мне потребовалось также делать новенький, с иголочки паспорт, что вместить все вклейки и штампы пришлось пересчитать страницы и оставить 4 про запас. Авансом потребовалось несколько виз. Мне пришлось стыковать коридоры въезда-выезда Чили, французских заморских территорий, Австралии и тогда еще Индонезии. Задачка была нетривиальной. Упереться в чилийскую границу с истекшей визой и все, смазывая лыжи обратно. Тоже стоите и Австралией. Их никак нельзя было миновать, когда через пасифик дудолишь. Причем в Шенгену французов не катят. Европа Европой, а колонии колониями. Вдруг ты дауншифтинг по Гогену практиковать станешь. Ну ничего, притер визовый коридор в итоге. И вот начинаем считать. На день путешествия кладем сиротские 50 долларов. Поесть поспать за эти деньги можно практически везде. Не в Кенгуряндии, конечно, но сколько-то и Австралии, по совести говоря. В самолетный гальюн отлучился, а после Куковых островов этого не избежать, и пропустил. В любом случае, главный расход перелеты. Потому взял за правило из пункта в пункт перебираться, где можно по земле. Я в 4 утра на Пастариканно-Панамской границе за текущих люсера в Афшапово, в павильоне, в ожидании неласковых пограничников поневоле начинаешь задаваться попугайским вопросом. Бедный, бедный Робин Ворхозов. Где ты был? Куда ты попал? Автобусами ехал из Никарагуа в Гватемалу, там на них покатался, оттуда крейсировал в Панаму. Я ехал на автобусе в ночном, который должен был доставить меня в столицу к завтрашнему утру. Но машина сломалась, полетел масляный фильтр. Разумеется, владельцы этого автобуса пытаются урегулировать ситуацию с наименьшими для себя расходами. Пока ничего не получается. По всей видимости, застрянем мы здесь часов на 6, а то и на 8. И весь мой график пошел всю под хвост. А дольше всего двое суток скользил хайвеем из боливийских Ант в Буэнос-Айрес. В общем, авиабилеты должны были стать в 10 тысяч вечно зеленых. За эти деньги я предполагал перепорхнуть в Центральную Америку, оттуда скатиться на самый носок южноамериканского сапога огненную землю, оттуда континентальный Эль-Сапатет должен был менять в футболе через Тихий океан, по островной Азии я бы поскакал мячиком в Камбоджу, потом рикошетом улетел бы в долину Катманду. Энергии пинка не хватило. Из Непала я надеялся докатиться до Найроби, там обстучать боками Кению и медвежьи углы вокруг, а потом через Египет добраться домой. Африку пришлось вычеркнуть. Это сэкономило на билетах полторы тысячи, которые очень не пригодились, когда в Чили у вашего покорного слуги попятили видеокамеру и ноутбук. Сразу скажу, что 50 долларов на прокорм и проживание мало. Меня спасло то, что обсчитал я двухсотдневную кругосветку, а уложился в 90 дней. В любом случае такой бешеный собачий тур должен был обойтись в 20 тысяч долларов. В них в принципе и обошелся. Сделать его дешевле можно было только у каратив и завоздушив. В смысле, чтобы перемахивать из страны в страну без особых задержек. Про другие знания, произросшие из набитых шишек, расскажу дальше.